Питоны живут в Новой Гвинеи и Австралии Населяют такой достаточно большой обширный регион распространения у них Это от степей, сельф и с тропики и субтропики, ну леса Популярна очень такая рептилия, очень интересная для селекции Потому что малыши, как рождаются, сразу в принципе примерно видно, что из них получится Природная краска вровых питонов отличается от цвета нашего героя Сейчас очень популярны искусственно выведенные цветовые морфы животного Напоминающие окраску ягуара или зебры Смысл селекции такой, чтобы закрепить как можно большего желтого цвета И оставить поперечные полоски, ну как у ягуара Вот, то есть путем гибридизации различных видов получают такого, ну различного окраса животных Причем это достаточно сложный гибрид, то есть это не просто, это папа ягуар То есть у него и мама, вернее как, и бабушка с дедушкой гибриды, и мама с папой гибриды В раннем возрасте питон Чейни может показаться агрессивным Нередко от страха он будет стараться укусить хозяина Поэтому надо внимательно изучать повадки животного и быть аккуратным в общении с ним В будущем змея будет знать, что руки человека не несут угрозу и перестанет так реагировать Неплохо очень начинают питаться, в отличие от многих других змей То есть чаще всего они сами начинают питаться, достаточно редко, чтобы малышей приходилось искусственно кормить И более того, даже когда искусственно их кормишь, обычно это 2-3 раза, и дальше они начинают сами брать корм Этот вид питонов отличается хорошим здоровьем Кормить взрослых животных нужно раз в 2 недели, малышей раз в 5 дней Их можно парами держать, в принципе они достаточно хорошо живут Единственное, что нельзя взрослых самцов вместе держать, ну просто будут драться Террариум необходим где-то метр на 50, на 60, ну то есть 60 высота, метр длина, 50 глубина Вот, необходима точка прогрева, сожелательно сверху, лампы, допустим, накаливания Где-нибудь градусов до 30-32, ну и чтоб мог остыть Ночные понижения достаточно низкие могут терпеть, для тропического вида это где-то до 15 градусов Террариум необходимо оборудовать веточками, для взрослых животных диаметр веток где-то Миллиметров 40-50 горизонтальными, они будут достаточно много времени там проводить Можно полочки какие-то устроить тоже Жилище можно также оборудовать поилкой, с водой В ежедневных опрыскиваниях змея не нуждается Ковровый питон Ченни порадует всех любителей экзотики И просто храбреца, который осмелится его завести ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА